СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ ДМИТРИЙ МАМИН СИБИРЯК В уездном городе Кочетове сибирская гостиница пользовалась плохой репутацией. Как притон игроков и сомнительных сибирских человеков, каких можно встретить только в сибирских трактовых городах, особенно золотых промыслов. Чистая публика избегала останавливаться в номерах сибирской гостиницы, но наведывались иногда проезжающие, попадавшие в эту трущобу по неведению. Днем в гостинице всегда было тихо, но жизнь закипала по вечерам, и далеко за полночок на гостинице светились огнями. Темные сибирские человеки играли в карты, путили на чужие деньги и весело хороводились с подозрительными женщинами. Общее зало всегда оставалось пустой, сибирская публика еще не привыкла к трактиру, и только в бильярдной громко щелкали шары, и точно открывалась и закрывалась какая-то громадная пасть, лязгавшая вершковыми зубами. Старик-маркер в войлочных туфлях и в длинном дипломате неопределенного цвета, разбитый старческой походкой, шмыгнул около бильярда и, считая очки, монотонно повторял недовольным тоном. «Сорок семь и двадцать четыре! Двадцать четыре и сорок семь!» Это был мрачный субъект с испитым желтым лицом и моргавшими серыми глазами. Он часто морщился, потому что простуженные ноги давали себя чувствовать при каждом неловком шаге. Да и руки тоже болели у старика, сказывался старческий ревматизм. Коротко остриженные седые волосы покрывали угловатую голову точно серебряной щетиной. А когда старик упорно глядел на кого-нибудь своими маленькими глазками, редкий выносил этот волчий взгляд. «Чего уперся глазами-то, старый черт!» — ругались самые отпетые бильярдные завсегдатаи. Старик презрительно улыбался и машинально выкрикивал свои маркерские цифры. «Ни одну тысячу верст сделал он, ходя около бильярда, а еще в силах и может ответить за любого молодого». Широкая, сутулая спина и длинные руки говорили о недюжинной силе, когда-то сидевшей в этом износившемся старом теле. Но что было, то прошло. А теперь старый маркер все ходил около своего бильярда, как манекен. Прислуга в гостинице не любила его за неуживчивый нрав, но хозяин его держал как ловкого человека на всякий случай. Он и из беды выручит, и других не выдаст. Вообще, серьезный был старик, видавший виды. Не то, что остальная трактирная прислуга, набранная сбору да сосенки. Звали старика голландцем. Эту кличку он принес с собой в Сибирь из России. Кто он такой и откуда, никто не знал, да никто и не интересовался. Просто маркер голландец и все тут. Только когда старика сердили, он говорил, «Эх вы, варнаки сибирские!» «А ты как, в Сибирь попал, детка?» «Я, я другое. Я по своему делу попал, а не по кнуту. Помирать в рассею пойду. Надоело мне и глядеть-то на вас, варнаков». После каждого такого объяснения голландец сделался особенно мрачен и ходил около своего бильярда темнее ночи. Разве они, Халуи, могут что понимать? Он голландец с полковниками в англецком клубе играл. Да. Меньше полковника туда и хода не было. А это что за публика? И публика халуйская, прислуга тоже. Никакого обращения не понимает, потому что настоящего никто не видал. Эх, кап бы ноги голлану, да прежний в острый глаз, бросил бы он давно эту немышную Сибирь. Так, видно, на роду было написано, чтоб с халуями валандаться. От судьбы не уйдешь. Своих гостей старик презирал от всего сердца. Разве это настоящие господа? Так, шантропа разная набралась. Каждый норовит на грош, да пошире. Одним словом, варнатская публика. Тускло горят лампы в бильярдной. В буфете стенные часы пробили одиннадцать. Голланец ходит с машинкой в руках чуть не с обеда. Ноги у него сегодня особенно ноют. Чуют, видно, ненастья старой кости. На беду игроки навязались неугомонные. Васей, проезжий адвокат. Оба играют хорошо, но голланец следит за игрой с презрительной улыбкой. А, разве так играют? — Смотри, распухнет шар-то, — дразнит адвокат Васю. Вася надувается, краснеет и, выделив шар, ким делает промах. Каждая неудача заставляет его отплевываться. Он в смятой крахмальной рубахе и потертом пиджаке. На ногах туфли, как и у маркера. Барыня, значит, осердилась и арестовала сапоги. Молодое румяное лицо Васи хмурится, и он сердито взмахивает своей шапкой белокурых кудрей. Этот Вася настоящий мучитель для голландца. Как свяжется с кем играть, так и не уйдет, пока огней не погасят. И зачем только живет человек в сибирской гостинице? Приехал с какой-то барышней, да и околачивается третью неделю. А прислуга шу-шу-шу-шу-шу. Оказалось, что Вася состоит при барыне Аманом. Аман? От французского Аман. Любовник. И чуть что на проказе-то она сапоги с него снимет, а потом не велит обеда подавать. Сама запрется в своем номере и на глаза его не пускает. Целый день так-то Вася и перебивается в бильярдный, а прислуга смеется над ним же. Что, Вася, ножки, видно, заболели. А ну вас к черту, огрызается он. Я вот ее задушу, тогда узнает, какой я человек. А сапоги плевать. В туфлях еще свободнее. Прислуга смеется, а Вася, как ни в чем не бывало, только башкой трясет, как хороший коренник. Барыня держала его в ежовых рукавицах. Да и было кому держать. Высокая, здоровая, как есть, в настоящем соку. Из номера она редко показывалась, и то больше по вечерам. Наверное, убежал от мужа с молодцом, да и гавцует в свою бабью волю. Так решила номерная прислуга. Мало ли народу околачивается в номерах. Всякие, и бары не бывают. Вася унижался до того, что выпрашивал у швейцара сапоги, а у официантов занимал по двугривенному. Итак, Вася играет с адвокатом. Сначала он проигрывал, но, затянув партнера, кончил партию несколькими ударами, как делают ярмарочные жулики. «Не вредно», — похвалил голланец, прищуривая от удовольствия глаза. «Хе-хе, ловко сыграно». «А ты как меня понимаешь, голланец?» — хвастался счастливый успехом Вася. «Не смотри, что я в туфлях сегодня. Тебе дам десять очков вперед». «Подаешься!» «Я? Давай сейчас намочу тебе хвост старому черту!» Проигравшийся адвокат был рад отвязаться от партнера и тоже принялся поджигать старого маркера. Положим, этот адвокат был про хвост и, проживая в гостинице, занимался больше всего обыгрыванием захмелевших купеческих сынков. Но старому голландцу показалось обидно, что над ним смеются такие прохвосты. Они задели его за живое место. «Ах вы шильники!» — ругался старик, молча выбирая кий. Он редко играл, но теперь нельзя было отказаться. Шильник. Мошенник. Плут. «Если обыграешь Ваську, закладываю рубль!» — поощрял адвокат, усаживаясь на диван. «Да нет! Где тебе голланец?» «Я могу даже закрыть левый глаз!» — хвастался Вася, выпячивая грудь колесом. «С одним правым глазом буду играть!» «Ах вы шильники!» — ругался голланец, размахивая кием. «Да я в оглецком клубе играл в Петербурге с полковниками! Там меньше полковника не полагается! Не то что какая-нибудь шантрепа! Чему смеетесь, желторотые?» Рассерженный голланец сначала сделал несколько промахов, но потом успокоился и кончил партию с треском, как играют только старые маркеры. Вторую партию он кончил почти с кием, не давая партнеру дохнуть. «Ах ты, сахар!» — ругался Вася, разбитый в пух и прах. В это время голланец только хотел сделать шара, но остановился, посмотрел на Ваську сбоку и спросил. «Как вы сказали, сударь?» «Я говорю, сахар!» У голландца задрожал в руке кий. Он еще раз посмотрел на Васю и уже в полголоса прибавил. «К арпу-то, Лукичу, сынком приходитесь?» «А ты почем знаешь?» «Да поговорка-то ихняя!» «Помилось, как мне-то этко условнее знать!» «Что-то я все присматриваюсь к вам, лицо знакомое узнать не могу. А вот поговорку-то узнал!» Вася был сконфужен этим открытием и только таращил глаза на маркера. «Ну что ж, вы остановились!» — спрашивал адвокат. «Не могу, устал!» — бормотал голланец, бросая кий. Ночью в коморке голландца долго светился огонь. Коморка была крошечная, как нора, где-то под лестницей в номера, но все-таки свой угол, где сам большой, сам маленький. В углу на столе горела дешевая жестяная лампочка, и тут же стояла бутылка с водкой. Вася сидел на стуле, облокотившись руками на стол, а голланец кружился по комнате. «А про поцелуих услыхали?» — спрашивал старик. «Это где клад-то?» «Ш-ш-ш!» — зашипел старик, поднимая руку. «Что вы, Василий Карпыч, еще, пожалуй, услышат? Не таковское это дело, сударь!» Вася засмеялся и махнул рукой. Это движение обидело старика, и это было минутное чувство, которое сейчас же сменилось чем-то таким любовным и ласковым. Голланец все смотрел на него, вздыхал и время от времени повторял. «Эх, Василий Карпыч, а! Вася! Ведь еще малюточкой можно сказать на руках тебя нашел и вдруг! Эх, Вася, Вася, нехорошо! Так нехорошо, что не выговоришь, какое уж это занятие в оманах при барыне состоять! Наш-то халуи, зубы моют, моют, даже со стороны тошно слушать!» «Замотался я, ослабел!» — шептал Вася со слезами на глазах. «Сам себя презираю! Хоть бы в маркеры куда поступить! Уеду куда-нибудь подальше и поступлю! А то, что это за мода! Чуть погулял лишний час, она и сапоги долой!» «Да кто она, дам-то твоя?» «А, исправничья дочь! Исправника чистого!» «Это? Галактион Палча? Ах, боже мой, боже мой! Как сейчас его вижу, голубчика! Значит, дочка она ему-то!» «Родная дочь! Она замужем, только уж очень избалована! Если у мужа денег нет, Анна Галактионовна и уедет!» «А он-то как же? Муж-то!» «Ну, он деньги добывает, а когда будет, она и воротится! В ней своих много, ну и дурит! Мужа в черном теле держит! Я выпью, детка!» «Эй, голубчик! Ах, какое дело, какое дело! И даже в уме-то не представишь себе! Ежели бы такая дама подвернулась покойничку Карпу Лукичу! «Да он бы ее узлом завязал! Вот какой был человек необыкновенный! А вы, Василий Карпыч, насчет сапог не сумлевайтесь! Мы это в лучшем виде оборудуем! Ах, какое дело, какое дело!» «Мне вот только выпить! Я ее убью, змею! Зачем убивать, Васенька? Пусть ее живет! Не ты, так другой найдется! Наскочит на такого хахля, что овечка ее сделает! Но да это все пустое! Погоди, оборудуем! Вот что, Вася, ты не ходи туда в номер, а ночуй здесь у меня! Я на полу прилягу, а ты на кровать! Она искать меня будет! Пусть поищет! Я-то и сам схожу к ней, с полковниками разговаривал, небось, тоже в зубах у нас не завязнет! Так прямо и скажу! Ей папеньку вашего Галактена получат, даже весьма знал! Уж извините, а это непорядок! «Ну, а как же, Вася? Женскую, мол, вашу часть я не хожу, а свою мужскую могу понимать, и даже превосходнее других прочих!» «Нет! Ты не ходи! Плевать! Пусть ее разорвет от злости!» Вася обрадовался предложению голландца и сейчас же улегся на его кровать. Он даже улыбался при мысли, как будет рвать метать Анна Галактионовна! «Хей! Плевать! Пусть лопнет!» Правда, кровать у голландца, вымощенная из старых досок, гнулась и трещала под ним, да и ноги пришлось согнуть. Но все-таки лучше, чем слушать там в номере попреки да ругань. Старик в это время успел устроиться на полу, оха и покряхтовая. Он потушил свою лампочку и долго ворочался на своем жестком ложе. «Василий Карпыч, вы спите?» «Ах! Нет, не сплю!» — бормотал в просонках Вася. «А что?» «Да так! Вот лежу и про клад все думаю». «Про какой клад?» «А на поцелуйхи». «Ты не думай лучше, ничего не придумаешь. Отец в землю от этого клада ушел». «Ах, боже мой! Кому ты сказываешь-то, Вася? Ты меня бы спросил лучше, как это самое дело было. Да, тебя еще тогда и на свете не было». «Рассказывай». Пауза. Старик пошарил рукой по полу, угнетенно вздохнул и сел. Его старые глаза через окружающую ночную темноту глядели вдаль, далеко, на то, что случилось тридцать лет назад. «Ах, все как будто было давно, и вместе точно все случилось вчера». «Я тогда в аглецком клубе маркером служил», — начал старик, разводя руками. «Ну, а Дрезден? Конюшенные, модные номера так назывались. В Дрездене у меня швейцар был знакомый. Так вот, этот швейцар, Никитка его звали, и приходит ко мне так с утра, когда еще господа в номерах спали. «Григорий, — говорит, — дело до тебя есть». «Такая-то такая потребность случилась, — говорю я». «А такая, — говорит, — не вдруг выговоришь». «Говорит это, сам смеется». «А шо?» «Но он рассказывает, — приехали, — говорит, — в Дрезден два господина, не то чтобы настоящие господа, да и к купцу нельзя применить. Заняли, — говорит, — лучший номер, и сейчас спать. Целые сутки спали. Мы уж, — говорит, — хотели полиции объявлять, но они в этот раз и проснись. Потребовали самовар, водки и закуски. Специант подает им все в порядке, как следует, порядочным господам. Они его на смех подняли. «Ты, — говорит, — за кого нас принимаешь?» «Всю эту номерную закуску назад, а заказали себе целое блюдо телячьих почек и четверть водки. Это, — говорит, — по-нашему, по-сибирски». «Но обыкновенно прислуги это в самое дело удивительно». А управляющий даже сконфузился, потому что в Дрездене первые господа останавливаются. А тут сразу такое безобразие. Однако все исполнили. Шо ж ты думал? Они вдвоем целую четверть выпили и целое блюдо почка плели. А сами даже не в одном глазу. Люди как люди. Повременили малое место и заказали обед. За обедом опять пили всячины, а сами опять не в одном глазу. «После обеда посылают за мной, чтобы я ложу им в оперу достал». «Так, — говорит Никита, — записать прикажете в кассе. Граф Кивакта и князь Эншамо. Так и запиши». Кивакта и Эншамо — название двух речек в тайге. Примечание Дмитрия Мамина Сибиряка. «Но Никита добыл им билет. Вечером они поехали. Там уж капельдинеры встречают по-своему. Ваше сиятельство, пожалуйте». «Хорошо». Прослушали они одно действие, сходили в буфет, а потом и заснули в ложь-то. Натурально, вся публика на них воззрилась. Сейчас капельдинер разбудил их и говорит. «Так и так, ваше сиятельство, никак невозможно, чтоб спать в театре. Хотя ему за свои-то деньги нельзя». «Уж это как вам будет угодно, только начальство, порядок». Тогда они встали и ушли, а Никиту на другой день опять в театр. «Откупи нам эту самую ложу на целый месяц». «Хорошо». «Вася, да ты никак спишь». «Нет, не сплю. Кто ж это такие были?» «А ты слушай. Откупили они ложу в театре, а сами опять призывают Никиту и прямо подносят чайный стакан водки. Никита и в рот этого вина не брал, да и должность у него такая, чтоб всегда быть в аккурате. «Не могу, — говорит, — ваше сиятельство. А ежели, — говорит, — не можешь, так пошли кого поумнее себя». Ну, один лакеишка выискался было, а только не вытерпел. На втором стакане ослабел, под руки его из номера вывели. А они в амбицию. «Что это, — говорит, — у вас за номера такие, ежели удовольствие себе получить нельзя за свои деньги?» «Одним словом, куражатся, и никакого с ними способа. Вот, Никита, ты пришел ко мне. Выручи, Григорий, а надо тебе сказать, что с молоду я очень был набалован и водки принимал до неистовства. Недаром голландцем прозвали». На Васильевском острову голландцы летами наезжали. «Ну, так я с ними хороводился. Никто, сопротив них, не может устоять касательно выпивки. Я даже превосходнее их себе оказывал. Конечно, глупость эта наша одна. Так, за это качество и прозвали меня голландцем. В праздник нарочно меня водили в гавань, чтоб голландцев конфузить. Хорошо. Вот Никита и пришел за мной, чтоб я в Дрезден к ним завернул ублаготворить ихних гостей. Опять-таки моя глупость была. Пошел. Но прихожу это в номер, и даже див удался. Таких два сетра, что даже попревосходнее голландцев настоящих будут. Как два дубовых корабельных бруса. Ей-богу. Признаться сказать, я даже это как маленько торопел, потому как сам ростом не дошел в настоящую меру. Они поглядели так на меня. Можешь? Могу, ваше сияйство. Натурально сейчас чайный стакан водки и сейчас другой. А я им. Позвольте третьим закусить. Хе, то-то глупость. Как я третий-то выпил? Тогда один встал, подошел ко мне, обнял и расцеловал. А то это, говорит, по-настоящему, по-сибирски. А потом, каков ты есть человек, очень я им понравился, который меня целовал и оказался в вашем тятенькой, Карпом Лукичом Полуяновым. А другой-то, Логин Евсеич Недошивин. Золотопромышленники сибирские истинное дело приехали в Питер. Удовольствие себе сделать. А куда они ссунутся? Везде им порядок. То нельзя, это нельзя, третий не полагается. Обидно им сделать, что препятствует, значит, со характеру. Зачем, говорят, мы ехали-то в такую даль? А мне-то обрадовались, как родному. И сейчас вместо себя в ложу стали посылать, чтобы досадить кассиру. Ложа дорогая, а я каждый день не сижу в ней один. Из театра к ним в Дрезден и рассказываю все, как и что было. Очень довольны были. Потом заказали отыскать им подходящую французинку, потому как много были наслышаны об этой нации. Денег у них бугры, но и чудили. Вась, ты никак совсем спишь? Да нет же, рассказывай. А на чем я остановился-то? Да на францужинке, а клад-то скоро. Погоди, будет и клад. С этой французинкой у нас хлопот было весьма достаточно, продолжал в темноте голос голландца. Ну-ка, как приспособили. Настоящая французинка свою квартиру держала на Малой Морской. Только прихожу я в Дрезден к Карлу Лукичу и докладываюсь. Пожалуй, эти всякое удовольствие получить. Они так переглянулись и смеются. Дело было за ихним завтраком. Блюдо почек и четверть на столе, все по форме. Кому же, говорят, ехать? Это, говорю, вам ближе знать, а французинка готова в полной форме. Ну, посмеялись, закусили и начали как будто собираться. Между собой-то перепираются, а я стою в дверях и молчу. Только совсем уж собрались, а покойник Логин Евсеевич и говорит, Карл Лукич, знаешь, что тебе скажу? Чем к французинке ехать и беспокоить себя, удивим лучше Галактиона Павловича. Он думает, что мы в Питере проволандаемся до осени, а мы к нему прям на именины подкатим, как снег на оглу. Вот тебе и французинка думает про себя, всю музыку испортит. Тятенька ваш как обрадуется и в самом деле говорит, что мы здесь дураков валяем, все нельзя, удивим Галактиона Павловича. Ну, я уж не стерпел и говорю, как же говорю с французинкой, она, например, ждет в полной форме, а ты, говорят, и поезжай к ней, как в театр за нас ездил, а деньги что следует заплатим, так и скажись, сибирский князь Эн-Шамо. Ха-ха-ха, ловко, чего ж ты, ездил, а? Пауза. Галанец в темноте отплевывается и тяжело вздыхает. Фу, че же, действительно ездил, заговорил Галанец, когда немного успокоился от благочестивого негодования. Главная причина, опять же, моя глупость была, пообещали мне всю пару новую, верхнее пальто, шляпу, одним словом, полный костюм от корпуса. Карп-то Лукич разошелся и часы свои золотые на меня нацепил, а не Дашивин персни свои дал мне. Ох, согрешил я без конца перед Господом Богом. Ха-ха-ха, чего ж француженка? Да ничего, все одно, как и наши бабы, только одеты чисто, даже до чрезвычайности чисто, и обращения имеют свободные. Ей удивительно посмотреть, какие мы сибирские князья. А у меня своя глупость на уме, платье-то все у меня останется. Ох, глупость была, Васенька. Мм, теперь вот и кайс, приезжаю я от француженки в карете, они уж со всеми в дорогу собрались, посмеялись надо мной, поспросили про француженку, а потом и говорят, айда с нами в Сибирь, голланец, будешь доволен, а ты нам по нраву пришелся, даже подумать хорошенько не дали, собирайся, шо ж думаю, ежели уж такая удивительная линия пошла. Склался я в полчаса и покатил не знаю сам куда, дальше со своей Ярославской губернией не уезжал, не бывал, а тут на край света все-таки ничего, думаю, купцы богатые не оставят. Признаться, сказать, с дороги малым делом чуть не воротился, так и тянет меня в Питер. И, конечно, как закроет их глаза и начнет представляться все. На Невском огне музыка, швейка одна знакомая, полковники, с которыми на бильярде играл. Чем дальше едем, тем города мельче и народ совсем убогий живет, а бабы одно слово название, что бабы. Мне скучно и веселее, едут и все Питер ругают. Очень уж им слово не понравилось. Нельзя! Проплыли мы таким манером по Волге, повернули на Кааму, а там уж по трахту закатили на двух тарантасах. Объехали эти самые горы и на сибирскую сторону перевалили. Чем дальше едем, тем веселее, мои господа. Вот это наше пошло, сидят да похваливают. Но тут действительно и места начались другие, народ особенный. Прямо сказать, сибирский народ, варнак. Переехали Иртыш, катим по степи и вдруг братец ты мой на одной станции и накрыли Галактиона Павловича. Значит, сам исправник чистый. Мои благодетели так и ахнули. Нарочно из Питера приехали, чтобы ему сюрприз сделать, а он встретился. Даже приуныли совсем. Исправник расспрашивает их про Питер, а не на меня показывает. Вот, говорят, у нас голанец все произошел. И опять пить меня заставляют. Надо же чем-нибудь удивить чистого. А я как примечаю, что моим благодетелям даже совестно против него. И из Питера уехали несолоно хлебавши, и его не могли удивить именинами. Даже из лица спали. Туманные такие ходят, и оба водку перестали принимать. Чистый ты сметил, в чем дело, и их же впредь насмех поднимает. Хоть назад ворочаться, так в ту же сторону. Что ж ты думаешь, ведь удумали они шутку. То есть в лучшем виде. Сидим мы на станции, а Карп Лукич похаживает и говорит, ах ты сахар ты мой, Галактион Павлович, соскучился я по тебе. Но натурально сейчас выпивка. Что ни слово, то хлоп да хлоп. Чистый пьет наряду с ними могучий человек, а свое дело помнит. Через два дня именинник надо домой поспевать. Поспеться, сахар ты наш, а именинник не медведь в лес не уйдет. И опять рюмка за рюмкой. Только и народ был, медведю кажется столько не выдержать. И ведь уделали такие галактионы Павловича. Или они пили неочерпаемое можно сказать количество, пока он из нашего разума не выступил. На ногах он держится, а разуму въем уж нет. Помнит одно, ехать надо, потому именинник. Когда его нагрузили вполне, сейчас вывели под руки, усадили в экипаж и пожелали гладкой дороги. Лошади ты не заложены, а Карп Лукич на козлы и поимщицки ухает. А Недошивин дугу с колокольцами трясет, потех чистый. Чистый только мычит, пшал, но и натурально заснул. Дали ему сейчас поспать, а Карп Лукич опять на козлы, а Недошивин за дугу. Пруруруруру. Приехали ваши скородия. Но, конечно, чистый ничего не понимает, вывели его из экипажа, будто на другую станцию приехали и опять пить. Мы с тобой, говорят, вместе на именины едем. Но таким манером двое сутки чистого из экипажа таскали в избу, а из избы в экипаж. А когда строк вышел, тятенька то ваш разбудили чистого, шапочку сняли и говорят, с ангелом имеем честь поздравить Галактион Павлыч. Ей богу, что было смеху, что ругани, чистый то так и растервенился, что мы едва от него тогда ноги унесли. Все таки свое сорвали, удивили его, как он именинником то проснулся. Ай, грехи тяжкие, точно все это вчера было, а никого уж и в живых нет. А клад то когда будет? Да, самое время и клад. Приехали мы на место Васенька. Понравилось мне, как жил Карп Лукич. Дом полная чаша. Всего в волю только птичьего молока не достает. И все это к на сибирскую руку приспособлено. Не по-российски, потому как жизнь значит вроде привольная. Обзнакомился я совсем и живу себе. Выпал снежок, зима сибирская завернула, но мне уже и скучновато стало. Главная причина делать мне нечего. Известно. Нет-нет, да и поманит на свою сторону в рассею. Хорошо около меня, да только все чужое. Раз смеются. Погоди, Григорий, в некоторое время ты мне пригодишься, а работа впереди. У нас все так. Год на боку лежим, да одну неделю за два года работаем. Конечно, по-нашему по-российски это даже весьма несообразно, но доделать нечего, нанялся, продался. Прошли святки, прошла масляная, а эдак недели на третий поста, Карп Лукич и говорит, чтобы я собирался в дорогу. Весь дом вверх дном повернули, точно вот на войну собираемся. Целый обоз снарядился с нами, значит, в разведке поехали. Хорошо. Рабочек с нами за 50 человек, конюхи, вожаки, войско, да и только. Молебен отслужили, все честь честью справили и в путь. Мамонька ваша провожает нас, а сама как река льется, потому неведомо, когда воротимся. Почитай, весь город сбежался на проводы. Я в Кашевой вместе с Карпом Лукичом еду, в том роде, как обережный или подручный. Успел за зиму так, каждый их непривычки вполне привесится, они еще только подумают, а я уж сделал. Едем мы таким родом день, едем два, свернули страх на проселок, а с проселка в тайгу ни конца, ни краю, вплоть до китайской границы. Поехали по тропам, по приметам, по дороге в двух местах сделали разведки, да только попсту. Гляжу я на Карп Лукича и дивуюсь, совсем другой человек, а водки даже ни-ни, такой у него зарок был положен, чтоб как на дело, так водки ни капли. На первых-то разведках мы позадержались лишнюю неделю, а тут нас весной накрыло, обождали водополь и поехали дальше верхами, а на стану караул ставили, но тут настоящую муку мы приняли, то гора, то болото, то и на горе болото, переправа за переправой, а речки быстрые, достуденные. Всего удивительнее для меня оказывали себя лошади, сколь же умна эта самая скотина, по болоту идет, так с кочки на кочку перескакивает, на гору по камням царапается, под гору на хвосте едет, человеку так не сделать, как эта самая таежная лошадь, в седле-то сидеть страшно, только и глядишь, на который бог по ловчей упасть, в случае чего. А каково такой лошади под карпом лукичом идти, четырех лошадей в сутки менял, но думаю, по этким местам только душ спасать ездить. Приедем на стан, разогнуться нет возможности. Чем дальше едем, горы выше, а в горах опять холодней. начали лошади в болотах вязнуть, пришлось их оставить на втором стану с конюхами, а сами пошли пешком. Грузин был, карп лукич, не может по болоту идти, тогда нас на лубках с ним через болото перетаскивали. С неделю мы таким манером промаялись, всю душинку вымотали, не утерпел я и спрашиваю карпа лукича, куда это мы едем, а он мне, клад будем искать, слыхал про поцелуиху, это по честь на самой китайской границе выходила, да и поцелуих считали до десятка реченок, что не речка-то и поцелуиха, а дорога пьяный черт ездил. Долго ли, коротко ли, доехали мы до большой горы, белок называется. Карп лукича говорит, «Здесь будет последний стан, начали мы делать разведки в разные стороны, везде есть знаки на золото, а настоящего дела-то все-таки нет, настоящее золото для работы». По честь целое лето мы таким манером прожили в лесу, обносились, озверели, на людей не стали походить. Эдк раз уж косней дел было, отбились мы с Карпом лукичом от партии, от своего белка пошли к другой дороге, состану глядеть, так рукой подать. Мы с Карпом лукичом да трое рабочих и все тут. Шли, шли, а гора точно от нас уходит дальше. Однако к вечеру добрели, место глухое, лес, овчина овчиной, речка с горы выпала, опять, значит, поцелуиха. Пошли вниз по речке, вот нам тут и поблазнило. Идем это к лесам, слышу, Карп лукич кричит, стой, я-то позади всех плелся, потому измотался за день. Подхожу и вижу, стоит Карп лукич осереть поляны и руками разводит, а на поляне камни чернеют. «Погли-ка», говорит, голланец, «какие камни-то?» Я поглядел и эдак обомлел на поляне-то все тумпасы, да паршину ростом каждый. «Это такое место и есть», шепчет мне Карп лукич, «сколь же и местечко диковинное издалось, только вот в сказке рассказать». А реченка в двух шагах, и в ней такие же тумпасы, точно поросята лежат в воде, ударили уж в сумерках ширп на бережку, золото оказалось богатимое, тут мы и заночевали. А Карп лукич всю ночь не спал, полежит, полежит у огонька и опять пойдет осматривать эти тумпасы, да к речке, и мне не дал спать, еще, думаю, утонет. Ах, какое-то удивительное место было. Едва дождались утра, и опять ширп по ту сторону речки, золото еще лучше, по самой речке взяли пробы, опять золото. Вот он, клад-то, шепчет мне Карп лукич, а сам точно пьяный сделался. Ну, поставили мы разведочные столбы, накопали ям, и пошли к своему белку. По дороге рабочие затески делали на деревьях, чтобы не заплутаться. Одним словом, все устроили по форме. Только, сударь ты мой, едва мы вышли к своему белку, вот тут она, наша гора, совсем на глазах. А пойдем к ней, она точно в сторону отойдет. Аказия! Так мы засветло-то и не могли выйти на стан и заночевали где-то в болоте. Утром просыпаемся, белок-то в сажении хвоста от нас. Мы, как кулики в болоте, мокли целую ночь. Только пошли мы на белок уж с другой стороны, а не с той, где стан. В тайге это случается. Хорошо. Пришли мы на стан, поглядел Карп Лукич из-под ручки на игру, где мы были, и говорит, а вон он клад-то наш где спрятался. Так точно говорю я, Карп Лукич. Здесь белок, тут болото, а там гора, а из-за горы выгнала поцелуиха с тумпасами. По-настоящему нам надо было торопиться к лошадям, чтобы загодя выбраться из этих местов, а Карп Лукич не утерпел, еще раз захотел побывать на кладовом местечке. Я остался на стану, а он повел с собой почитай всю партию. И что бы вы думали, сударь мой? Три дня и три ночи искали они эту речку с полянкой, где мы ширпы били, да так и не нашли. Темнее ночи воротился Карп Лукич, и только все спрашивал меня. Галанец, ведь ты видел тумпасы? Точно так, Скарп Лукич. Харанец, говорит от нас клад, точно сквозь землю провалилась поляна с тумпасами. Шо ж бы вы думали, сударь мой? Мы ведь так ни с чем и выехали из тайги. Первая причина снега попасались, а вторая весь припас у нас вышел, и народ нечем кормить. Ну приехали домой, Карп Лукич веселый такой, ждет, не дождется опять поста, чтоб по последнему пути на Белок выезжать. Нанял рабочих уж по-настоящему, сделал всякую заготовку, харчи, одежду, машину, лошадей, в тайге-то негде взять, всякую мал с собой вези. Опять поехали на Белок по старой дороге, и всю муку мученическую приняли в полной форме. Это легко рассказать-то, но опять не нашли поцелухи. Так задарма целое лето пробродили по горам да по болотам, а домой опять воротились ни с чем. Затуманился мой Карп Лукич, потому как за два года шатание по тайге сильно деньгами подшипся. Однако на третью весну опять мы в поход собрались. Где только можно денег добывали, а я стал примечать за Карпом Лукичем так, что будто он выступлений ума делается. Начал даже заговариваться, и все поцелуи хэт и бредит, видит ее во сне наяву. Опять поехали мы в тайгу, и целое лето задаром прошатались, и все около белка. Близко осени было дело, надо ворочаться домой, а Карп Лукич говорит, помру здесь, а найду поцелуиху. Крепкий был человек, а тут изняло. Ходит по сану и бормочет. Этот белок, тут болото, тут гора, с которой выпало поцелуиха. Уж это лето нам задалось же, мошки, комары, житья нет, лошадей поморили, рабочие ропщут, а Карп Лукич все на своем стоит. Здесь белок, там болото, там гора, с которой поцелуиха выпала. Близко уж осени было дело, я в одной палатке с Карп Лукичом жил, только раз просыпаюсь ночью, а в палатке кто-то плачет, и так тихонько плачет, совсем по ребячьи. Достал я огня, гляжу, а это Карп Лукич сел на постель, ухватил голову руками, да и заливается, ах ты, боже мой, что ж это такое, я его утешать, а он пуща, да и на меня сумление навел. Скажи мне, говорит, помнишь ты отлично, как все дело было, когда мы полянку с тумпасами нашли? Даже, говорю, очень превосходно помню, как сейчас вижу и полянку, и тумпасы, и речку, и место, где ширпы мы били. Да, может, ты, говорит, ошибся, обнесло нас, поблазнило. Мало ли, что в лесу бывает с человеком. Что вы, говорю, Карп Лукич, спросите рабочих, которые с нами были. Конечно, что тут спрашивать, на своих глазах свидетелей не надо, а просто Карп Лукич начал мешаться в своем разуме. Тронулся человек, да и меня, признаться, тоже отрабь взяла. В самом-то деле, не поблазнило ли нам тогда. Но сидим мы на стану под белком, а уж пошли заморозки, того, гляди, выпадет первый снежок, а тогда в тайге смерть без смерти. Лучшие вожаки плутают, потому как все приметы снегом засыпляет, да и лес совсем другим оказывает. А Карп Лукич уперся, не пойду и кончено тому дело, уж мы его уговаривали, так и эдак, приступу нет. Рабочие забунтовали, но тут и вышел с нами грех. Ах, какой тяжкий грех, Васенька, случился, что кажется и не рассказать. Одна страсть. Эдак утром просыпаемся, выхожу я из палатки, а кругом бело, точно саваном покрыло все. Саван и был, господи, что только тогда у нас было, рабочие-то совсем озверели и чуть Карп Лукича не убили, так с ножами к горлу и приступают. Известно, тоже не от ума люди на стену лезут, ну поругались, пошумели, забрали все, что можно и ушли, а мы с Карпом-то Лукичем вдвоем и остались, да еще лошадь заморенная с нами. Я его уговариваю идти домой, а он свое толмит, помру здесь, а снег-то идет, да идет, но, думаю, пришла наша смертенька с Карпом-Лукичем, да гуляли. Запасов осталось у нас дня на три всего, как я уговорил, таки его идти, не помню. Пошли, а лошадь за нами, и умная эта тварь лошадь, столь умна, столь умна, что вот только не скажет. Чувствую, мол, я, что подвержена я во всем человеку и без вас мне пропасть. А партия-то раньше нас вышла со стану, на вторые сутки заплутались в тайге, пошли споры да раздоры, одни говорят, туда идти, другие совсем наоборот, разбились кучками и всяк в свою голову ломит. Ну, таким манером они, почитай, все выбились из сил, да в тайге и перемерзли. Кто с голоду, кто с натуги, других зверь задавил. Ох, незамолимый грех. А Карп Лукич свое, хоть бы помереть скорее голанец, один конец, а домой идти ни к чему. Все-таки идем, сколько можем, а за нами лошадь колченогая ковыляет. Мы останавливаемся, и она встает. Когда весь харч вышел, Карп Лукич и говорит, мы ее приколем, но мне это уж против сердца пришло. Что вы говорю, сударь, какие вы слова выговариваете, точно на вас и креста нет. Да и не об этом теперь думать надо, хоть бы господь христианской кончины сподобил, а вы лошадь колоть. Не татары мы, слава богу. В одном месте нашли замерзлого человека из нашей партии, ну, совсем у смерти конец. И что бы вы думали, сударь вы мой? Наша лошадь так и выляла за нами, а потом вперед нас пошла. И как идет? Пойдет, пойдет и остановится, чтобы мы подошли. Ой, говорю я, карп Лукичук, жилье она чует, голод уж очень донимать нас стал. Отощали в конец, и только каруасины выживали. Только этак мы идем за нашей лошадью, я вижу под снегом будто след. Показываю карп Лукичу, а он не верит, на вождение говорит. И что бы вы думали, сударь мой? Ведь вывела. вывела она нас, эта самая лошадь, прямо на партию привела к недошивину. Храпом своим лошадиным учуяло живых людей. Пришли мы к недошивину, ни живы, ни мертвы, да и так нас из тайги и домой отправили. А карп Лукич с этого самого времени замолчали. До самой смерти своей ни единого словечка не вымолвили. То ли это с голоду, то ли с заботы или поблазнило чем, не умею сказать. Имение все разорили. Одним словом, все богатство по ветру разнесло. Вот он, какой клад-то на поцелуихи выдался нам. Вася, ты никак спишь? Когда Анна Галактионовна проснулась на другой день в своем номере, первой ее мыслью было, где Васька? Положим, это не первый раз, что он ночевал где-нибудь в бильярдной, и при том без сапог далеко не уйдешь. Но все-таки она встревожилась и позвонила. Позовите ко мне Василия Карпыча, приказала она номерному лакею. Их нет-с! Как нет? Куда он без сапог уйдет? Так точно! С нашим маркером ушли-с! Голландцем называется, то есть маркер. Он им и сапоги приспособил, надели котомку и ушли. Это интересно, куда они могут уйти? А пошли какой-то клад разыскивать. Конечно, нет ума, а только у старика-то деньги с собой на смертный час готовил, а теперь дел повернулось на клад. Через год в одной из сибирских газет было напечатано коротенькое известие, что поисковая партия наткнулась в тайге у китайской границы на два неизвестных трупа. Очень может быть, что это были старик-голланец и Вася. Это был седьмой рассказ из серии «Дмитрий мамин сибиряк. Сибирские рассказы». Всю серию можно послушать в отдельном плейлисте на ютуб-канале Актер Костя Суханов. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин сибиряк. Сибирские рассказы». Номер карт 4817 7603 1059 6071 это Сбер. 2200 7001 7829 8104 это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901 715 2788 мой Ватсап. Вы можете обратиться ко мне заказать рекламу или поздравление для своих близких. Получается очень круто и незабываемо это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами моими меценатами мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов Костя 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 Костя